Большой привет всем зрителям, с вами Катархонт, и давно у нас не было Европы Универсалис 4, и сегодня мы стартуем как раз прохождение в ней за Болгарию. Не спешите разбегаться, те, кто с Европой знаком мало, я решил сделать прохождение, где буду рассказывать в том числе о некоторых основах игры, чтобы людям, незнакомым с Европой, но желающим ее освоить, понять, было проще вникнуть в прохождение и в то, что здесь происходит. Игра эта очень классная, я вам советую ее попробовать, если вы любите Хойку, то Европа вам понравится еще больше, потому что здесь проработка, глубина игры намного уровней больше. Здесь также есть боевые действия, да, может быть они не такие подробные моментами, то есть ты не можешь прям танки отдельно компоновать, пехоту и все, но у тебя есть и кавалерия, и пехота, и арта, разные комбинации с ними, все это тоже здесь присутствует, поэтому игра здесь будет весела, ровно как и разные виды флота и их комбинации тоже, а также хорошая дипломатия и многое другое, поэтому дайте этой игре шанс и попробуйте ее освоить. Ну а мы сами стартуем в 1444 году, но это мод на альтернативную реальность, здесь немного иначе пошла история, я делал ранее здесь прохождение за Византию, за Киев, за Московию, за Иерусалим, теперь дошел черед и до Болгарии, страна, которая имеет здесь свое древо миссий, миссии в данной игре являются своеобразным аналогом фокусов из Хойки, где вам надо не просто прожать вон выполнится, а где вам надо наоборот, выполнить какие-то условия, и после этого вы можете прожать это решение и получить определенные бонусы, то есть эти миссии вас толкают что-то сделать, чтобы получить за это награды, ведут вас в своеобразное светлое будущее, дабы вы активно развивались, застраивались и становились сильнее. Основная цель наша здесь стать третьим Римом, все три Рима взять под себя, перед этим еще создать альянс южных славян, у нас здесь есть возможность создания Иллирии, для этого нам надо контролировать территорию нынешней Югославии, то есть вырваться в Сербию, в Хорватию, это будет проблемная особенность сюда вот вырваться, потому что здесь есть такая механика, как священная Римская империя, страны, которые вроде бы не совсем в альянсе, но если на кого-то из них-то нападаешь, то нарываешься на всех, тяжелое такое дело. Что уникально у нас из Болгарии еще со старта, часть ненациональных территорий, которые находятся вот здесь, вот нам их надо занационализировать и отдать, за это очень много очков, да, когда здесь захватываешь территории, тебе их надо национализировать, тратить админочки, у тебя также есть дип-очки и военные очки. Эти очки тратятся на армию, на технологию, на национализацию, на некоторые дипломатические решения, то есть это по сути твоя возможность влиять на этот мир. Я в общем раскидал советников, армию пока сильно поднимать не стал, посидим в мире, посмотрим на дипломатию, с кем задружиться, пока из вариантов неплохих это Никею выбрать в союзнике, она нам поможет против и Византии, и Сербии, и нам нужен еще один союзник, здесь удобная кнопка есть, чтобы сразу же всех дипломатов посмотреть, вот здесь вот, и кто с нами согласен выйти в союз. В один и тот же день сразу же нельзя, много союзов, поэтому чуть-чуть подождать придется, но в целом меня радует очень много стран, готовых с нами в союз выйти. Это хорошее дело, так как их можно будет призывать в битвы и вместе с ними идти пилить соседей. Поэтому пока давайте дипотношения, наладим немножко дружбу с рядом стран, и хоть, наверное, это будет немного странно, но я сделаю себе еще союзником Венецию. Она, конечно, хотя не знаю, Венеция, это наш враг, нет, тогда не будем с ней союза иметь. Оставим ее так, давайте день прошел, все, мы теперь можем новых союзников делать. В дипломате теперь смотрится интереснее, вот все страны, которые согласны с нами в Альян вступить. Моравию мы возьмем чуть попозже, давайте здесь союзников. Я бы взял вот эту вот страну, чтобы обезопасить ее от продвижения Низаридов и Асильджуков. А в будущем мы уже посмотрим, может быть, сделаем их своими вассалами. Планы на ближайшее время у нас национализировать территорию и разыграть наше решение. Нам здесь нужен монпауэр, мы получим тогда возможность для продвижения, и здесь мы получим клаймы, после того, как национализируем эти территории, и сможем дешевле забрать земли Византии. Так что наша цель это прорваться к Сарьграду, а потом уже укрепившись здесь, мы сможем пойти на север в Сербию, в Аллахию и в Хорватию. Планы я перед вами обрисовал, теперь давайте их потихонечку воплощать. Ну а всем вам я желаю приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее и, надеюсь, насладитесь данным роликом. Интересный альянс у нас вырисовывается у Венеции, она заручилась поддержкой Сицилии. Это очень опасное дело, потому что если она Сицилию возьмет на свою сторону полностью, то они вместе могут по нам вдарить. Поэтому пользуемся возможностями и обыгрываем их тоже, получая союз с Сицилией. Тем самым они на наши земли не пойдут, и мы в случае продвижения Венеции будем под защитой. Конечно, немного странно нам в лице православных объединяться с шиитами, но для защиты своих территорий почему бы и нет. Притом эти шииты борются против папского влияния, в будущем мы можем их разыграть вполне себе против Венеции, поэтому на время данный союзник будет неплох. И игра, конечно, решила меня немножко потроллить, у нас сразу же за старта погиб правитель. Гибель правителя связывается здесь с чем? Во-первых, вы теряете правителя, у которого определенные показатели были, например, у него также есть свои модификаторы, которые он дает, иногда хорошие, иногда плохие. У нас тут, например, удешевление советников на 20%. Вдобавок к этому, при гибели правителя вы теряете стабильность в державе, а стабильность, точнее ее наличие или отсутствие, дает какие-то бонусы или же минуса. В частности, у нас был сейчас плюс один стабильности, у нас его убрали, у нас теперь меньше доходов от налогов, чуть больше риска восстаний. В общем, печально. А самое печальное, что у нас пока нет другого наследника, и это может выйти нам боком. Но надеюсь, что все будет хорошо, и, конечно, показатели нынешнего правителя не ровнее тому, что было. Там было пять в админке, в дипке военке повыше. Ну ладно, выполняем первую миссию. У нас с вами мэнпауэр накопился, и вот тут, конечно, обидно, если бы Сербия была в Альянте с Византией, мы бы получили дополнительные бонусы. Казус Белли. Давайте подождем, нам торопиться особо здесь смысла сейчас нет. Может быть, Сербия засоюзничается с Византией, они не противники, и тогда мы сможем выполнить с вами еще и эту миссию. Иногда имеет смысл миссии поддержать, а не выполнять их сразу же. Так что давайте чуть-чуть подождем. Притом, нам нет смысла особо сейчас торопиться, потому что у нас со старта перемирия с Византией до 48-го года, и до этого момента мы на нее пойти не можем. Так что просто сидим, наращиваем свою силу, тренируем армию, дабы в будущем вдарить по Византии. По поводу войск. Здесь как рассчитывается дело? У вас есть ширина фронта. Вот здесь вот ширина боевого построения. И вот эта вот 20 ширина действует базово. Если же какие-то провинции другие, например, вот здесь вот можете посмотреть, какие здесь местности, они могут уменьшать лимит этой ширины и количество войск, которые одновременно сражаются. Например, очень сильно срезается, если вы в горах бьетесь. Поэтому в идеале вам надо заполнять всю ширину. То есть вот 20 сейчас у вас должно быть 20 пехоты и кавы вместе. Притом кавы не должно быть больше 50% базовой, чем пехоты. Вообще в идеале ее по одной на фланге иметь. То есть две кавалерии, иногда четыре. Если только вы не держава вроде мусульман, у которых на кавы бонусы хорошие, или вообще орда, где кавалерии одной можно даже играть и очень хорошо себя показывать. А пушки, которые появятся, это второй ряд. То есть у вас 20 спереди стоит и также 20 пушек сзади можно иметь. Идеальная армия, притом даже чуть-чуть побольше можно пехоты иметь, потому что во время боя ваши пехотинцы погибают, места их освобождаются, и если вам нечем занять переднюю линию, то пушки будут идти вперед. Это вот такая вот базовая система, по которой можно настраивать войска. Юнты меня продолжают радовать. Наш правитель смещает двор и минус одна стабильность. Да, мы получаем минус одну стабильность просто по ивенту. А что это нам дает? А то, что мы теперь будем больше получать беспорядков, у нас легитимность падает и торговля ослабляется. На время можно этот ивент отнести в сторонку, он вроде бы месяца два-три сидит, но после этого он все равно выберется. Хочешь ты того, не хочешь, но потеряешь стабильность. Да, иногда ты можешь получить бонус, но иногда игра такая поворачивается к тебе одним местом, и ты получаешь минус, минус, минус гибель правителя, гибель наследника, минус стабильность, и этого порой не избежать. Вот и подошло наше перемирие к концу с Византией, Сербией, и в скором времени можем на них нападать. Я подожду, пока у нас национализация закончится, потому что пока ты воюешь со страной, у которой ты забрал эти земли, и они для него считаются национальным, ты не можешь их национализировать. Это немножко добавляет проблем. Ну и кстати, войдет ли Византия в союз Сербии или нет? Мне вот знаешь ли, прям это очень интересно. Я был бы не против, если бы они объединились. Да, это усложнит немножко битву, но это пойдет нам в плюс и даст нам лишние цели. Надеюсь, они все-таки додумаются до этого шага. Все, национализацию всех земель провели, выполняем данную миссию, получаем с вами клаймы на весь этот регион. То есть теперь можно идти спокойно на Византию. Ну и раз у них нет союза, то ладно уж, возьмем просто мэнпауэр отсюда. И теперь наша цель – забрать весь этот регион Царьграда, а также потом разобраться с Сербией. Но я сам уже цели на нее заимел. Вдобавок к этому нам дали все равно цели. Не важно. Мы можем даже так сходить. Отлично. Цели на Сербию есть. Ну давайте. Начинаем нашу битву с Византии. Сейчас подождем немножко, чтобы цели обновились. И смотрите, какое здесь дело. Когда союзники согласны просто так, без обмена земель, то это прекрасно. Они просто вступятся с вами и будут вам помогать в этой битве. Иногда бывает, что они так не согласны. Нажимаешь сюда, а до земли они соглашаются, и ты можешь их позвать. Тогда тебе придется давать им какие-то территории, чтобы на тебя не обиделись. Я не очень хочу затягивать эту битву, поэтому я позову сюда и Сицилию, и Моравию. Им далеко, конечно, до меня бежать, но пускай прибегают и подсобят в этой битве. Единственное, что я выставлю, что я хочу еще землю. Например, я хочу земли вот здесь вот. Эпира полностью. И в целом я не против пробиться вот сюда вот. Все византийские земли хочу. Очков, конечно, не хватит по миру. Здесь никак в Хойке. Здесь нельзя забирать сразу же все территории. У тебя определенный лимит. Ну в общем, давайте. Хватит разглагольствовать. Погнали за Константинополь. Призываем все страны. Можно призвать, кстати, Молдавию как совоюющую сторону, но тогда и ее союзники заступятся. Мы можем до сих пор это все победить, но мне все равно столько много территории не надо. Поэтому Молдавию просто из-за этой войны выведем и все. Отправляем нашу армию. У нас тут есть генерал. И, к сожалению, я, наверное, не успеваю его поймать. Но это и хорошо. Он идет на мою столицу. Столицу атаковать всегда удобнее всего. Здесь есть крепость. Пошла битва. Как раз, видите, ширина 20. У меня 18 тысяч всего. Поэтому по единичке здесь свободно. У врага меньше. И наши войска атакуют с нескольких направлений. Единственная проблема. У нас боевого духа меньше. И тактики связаны с тем, что он 4-го ИНТФ взял. А у меня еще чуть-чуть до него не хватает. Поэтому давайте выпустим армию из крепости. Чтоб она подсобила. И нам было чуть-чуть попроще. Сразу же бережим в Константинополь. Или же... Нет, смысла нет. Он не в Константинополь отступает. Просто можно было добить его армию. Но сюда уже бежать смысла нет. Здесь крепость. Крепость не дает проходить. То есть, например, он сейчас сюда отступит. Он не сможет потом выйти отсюда. Потому что крепости, вокруг нее провинции, не дают проходить врагу. Этим можно пользоваться. И закрывать противника. Чтоб он не смог прийти туда, куда ему не надо. Ну а мы с вами встаем на осаду Царьграда. Он должен стать нашим. Кстати, на время увидим флот. И поставим его сюда вот. А то союзники могут флот увезти. А он всегда будет наш тут стоять. И помогать в осаде территории. Как видите, союзники в этот момент не активно помогают. Здесь Сицилия сражается. Моравия тоже идет на Молдавию. Так что нам просто можно спокойно заниматься осадами. И не отвлекаться. Это очень удобно. Поэтому пользуйтесь. Зачем тратить свои силы, если вам готовы помочь союзники? Сэкономить и рекрутов. И время. Наконец-то накопилось очки. Давайте возьмем 4-й воинтех. А то как-то очень плохо. Без него он дает большой прирост к боевому духу и к тактике. Очень важно в игре, если вы хотите, чтобы ваша армия была сильной, всегда идти по военным технологиям впереди или наравне с другими странами. Здесь вот, например, показывается, вровень вы или нет. Здесь написано, что опережение на 2 года. То есть через 2 года уже в идеале можно брать 5-й воинтех. У нас же очков маловато. А 5-й воинтех тоже является важным. Здесь ключевыми вехами являются, во-первых, когда меняются шаблоны. Можете посмотреть здесь виды войск, точнее. На 1-м, 5-м, 9-м, например. Здесь кавалерия на своих, пушки на своих. И также важны те уровни, когда растет тактика и боевой дух растет. За этим следите. Это очень важные этапы. Если, например, у вас 14-й уровень у противника 15-й, то вам сражаться будет гораздо сложнее. Чисто из-за бонусов. К сожалению, Сицилия немного страдает. Грустненько. Надеюсь, поскорее осада пройдет, и я смогу прийти разобраться от армии. Она достаточно долго будет саждать эту крепость. Связано с тем, что это горы. Можно еще, кстати, чтобы им было сложнее врубить здесь эдикт. На провинциях можно врубать эдикты. Например, оборонительный банс. Им еще сложнее и еще дольше теперь будет захватить эту территорию. Нам же это только в плюс. Хотя византийцам повезло, и они смогли пробить стены. Как только вы пробиваете стены, это может быть рандомно, или же вам может повезти и инт выскочить. Ваша осада ускоряется. Кстати, давайте подсобим. Я выведу наш гарнизон, чтобы мы точно смогли победить эту армию. И ура! Мы здесь победили. Флот наш. Давайте. К сожалению, я не успеваю его спрятать, но мне на поддержку идет союзный флот. Хорошо. Тогда нормально. Побеждаем здесь византийцев. Здесь нам, кстати, статистику. Потерь. Можете смотреть. После победы вы получаете престиж. Враг теряет престиж. Но также вы получаете усталость военную. Это очень важная вещь, потому что чем больше у вас войня. Окупации. Потерь. Истощение. Тем выше рост от военной усталости. И ее рост дает очень неприятные дебафы. Поэтому войны здесь не то, что нельзя затягивать. Время этих войн желательно побеждать с минимальными потерями. Иначе будет больно. Теперь же по поводу мира. Ну, смотрите. Вот он мир. Я выбираю, какие территории мне нужны. И здесь растет счет. Вы максимум по миру можете забрать на сотню. Не больше. Даже если, например, вы полностью страну победите. Вы не сможете забрать больше очков. Видите, все. Меня блокирует. Потому что цена этих провинций уже больше, чем то, что мы имеем. Поэтому я не могу забрать больше территорий. По миру я вам советую забирать те территории, на которые у вас есть претензии. А также те земли, где есть крепости. Так как в будущем эти земли будут задерживать вас. Так что, например, сейчас вот эту территорию достаточно важно забрать. Потому что здесь крепость. И в будущем мы сможем ее либо использовать на своей стороне. Либо просто разрушить. И достаточно легко получить проход вовнутрь. Ну а так, основной мир у нас вот такой вот. Еще есть одна фишка. Например, у нас война идет и с Византией, и с Молдавией. Она является воюющей страной. Можно отдельно на правую кнопку дипломатия. И замириться с ней. Никто не запрещает. Ее территории будут дороже. Но вы можете замириться с ней отдельно на сто очков. А потом уже с Византией. Но сейчас у нас и так достаточно много территорий. Агрессивного расширения это важная особенность. Вам нельзя здесь есть очень и очень много территорий. Рано или поздно соседи на это отреагируют. Могут объединиться в коалицию. И неважно, какие у них отношения. Друзья они или враги. Какие у них они вероисповедания и прочего. Если вы будете слишком много есть и поднимете свою агрессивность. Для каждой из этих стран выше 50. То они могут войти в коалицию. Просто напасть на вас. И все ваши земли, которые вы недавно захватывали. Обратно вернут другим странам. Притом, по такому нападению цена этих провинций будет дешевой. И они могут не только забрать то, что вы захватили недавно. Но еще и развалить вас. И все ваши труды, все ваши старания изничтожить. Поэтому аккуратнее. Нам тут дают раз, два, три, четыре страны. Этого можно не бояться. С учетом того, что Византия будет в мире сейчас. А две другие страны отсюда. Я бы не назвал их страшными. Притом, очень скоро, через годик, эта коалиция распадется. Потому что каждый год агрессивное расширение постепенно уменьшается. Ну, то есть, народ успокаивается. Забывает о ваших захватах. Поэтому этим можно пользоваться. Здесь мы завершаем. На таком вот мире можно забрать деньги. Но с деньгами у нас все хорошо. Я лучше постараюсь забрать побольше территорий. Мир. Все. Все эти территории под нашим контролем. Мы также с вами выполняем сейчас решение здесь. На больше налогов. И здесь захват Царьграда получаем. Падение Константинополя. Ивент. И у нас, смотрите-ка. Сразу же ранг империи. Получаем. Столица в Царьград. И он становится национальным. Что удобно. Мы сэкономили на национализации этой территории. Также у нас решение выполняется. Мы сможем стать Болгарской империей. Ну, давай. Мы теперь официально великая и мощная империя. Сразу же национализируем все территории. Здесь надо учитывать, что если у вас есть претензия на территорию, то национализация их идет побыстрее. Нас везде дали претензии. Они везде идут по 33 месяца. Чуть-чуть ускоряются. Видишь? Из-за имеют претензии. Притом, это имеет претензии. Еще и удешевляет нам национализацию. Так что претензии имеет смысл заранее получать. Это вам облегчит ситуацию. По дальнейшим миссиям у нас с вами, после того, как мы переварим все это, заход на Сербию планируется. Ну и потом еще финально, когда перемирие закончится, надо будет полностью разобраться с Византией и добить ее. Притом, у нас еще интересное задание. Великий город мировой. 50 развития. 50 развития. Это очень сложное задание. Тут уже 34 по 100 очков. Сейчас это будет сложно, но в будущем это у нас план сделать 50 развития в Царьграде. В общем, такая вот первая битва противостоянием. Оно не особо сложное. Мы с вами его закончили. Теперь надо все это занационализировать и быть аккуратнее, потому что здесь беспорядки есть. То есть шанс того, что через время здесь восстанут враги. Можно, конечно, делать и нажимать плюсик на увеличение автономии. Тогда на 10 будет падать беспорядки. Но, как по мне, проще их подавить и даже потом сделать этот регион своим национальным. То есть признать его как территория и уменьшить, наоборот, автономию. Чтобы вам был больше доход с этих территорий. Союзники, если что, на нас не обиделись. Единственное, что немножко агрессивного расширения получили, потому что они нам помогали просто за доверие. За благосклонность, точнее. Если бы мы их призвали с целью, что мы обещаем им земли, им ничего не отдали, тогда бы обиделись. А так, все нормально, никаких проблем. Притом, после этой битвы, смотри-ка, мы стали одной из великих держав. Эта механика вот здесь вот открывается. Посмотреть великие державы. Флажочек синенький. Это 8 стран в мире, которые оцениваются по общему суммарному развитию. То есть развитие всех провок складывается. Потом оно зависит еще от институтов. Например, у нас развитие 235, но учитывается только 156. Рассчитывается на основе принятых институтов. Там ренессанс во всем мире уже развивается. У нас его пока нет, поэтому мы чуть ниже. И, например, если мы его примем, у нас станет 235, и мы сможем занять четвертое место в мире. Ранг великих держав открывает вам новые дипломатические возможности, увеличивает вам прирост. В том числе вишный престиж влияет. И из того, что мы великая держава, минус 1% упадка. То есть престиж дольше держится на высоком значении. Также то, что у нас 6 уровень великих держав, дипломатический вес растет. А дипвес дает бонусы. Поэтому становиться великой державой достаточно важно. Вы от этого получаете немалые бонусы. Ну и здесь еще есть гегемоны, но это уже ближе к середине, к концу игры. Когда вы станете просто суперсильным в какой-то из областей, сможете получить еще больше бонусов. Сейчас очень интересная возможность у нас есть. Да, хоть еще и не переварили территорию, но сходить на Сербию. У нас, во-первых, есть претензии, а во-вторых, Сербия сейчас воюет с Мадьярами. И пока ее армия отличена, мы можем спокойно сюда залететь. Советую нападать по претензиям, которые дают всех дешевле провинции. У нас это единственный шанс только через захват, к сожалению. Давайте на соседнюю провку. Видите расклад сразу, сколько урага, сколько у нас. Мы перекроем здесь возможность прохода Мадьярам, чтобы они не могли захватывать новые территории. И сейчас захватим эти земли и выйдем в осаду крепости. Потому что если вы не захватите крепость и уйдете, например, вот отсюда войска уведу, то через время вокруг крепости эти территории освободятся и ваши осады снимутся. Поэтому не забывайте захватывать крепость. Это долгое дело, но необходимое. И, кстати, у генералов желательно, чтобы был навык осады. Тогда осада будет быстрее. У нас, к сожалению, второго нет. Но хотя бы так. Начинаем активные осады. Постараемся Сербию тоже забрать под себя. Притом, пока мы уйдем эту битву, у нас как раз пройдет национализация этих земель. Потому что для Сербии они не являются национальными. И мы сможем забрать спокойно земли Сербии без всяких дебафов. Ну и посмотрите. Наконец-таки Мадьяры сактивничали и решили выбить эту армию. Притом они полностью ее выбили. Все. У Сербии больше нет войск. Жалко, что мы не можем пробраться вглубь. Сейчас было бы хорошо пробраться вглубь и забрать несколько ее территорий. Так как сейчас нет армии, то можно чисто единичками пробежаться. Давайте проверим. Может быть дадут, но сомневаюсь. Да. Видишь, везде красные. Крепости не дают пройти. Максимум только вот эту вот. Прибрежную провинцию сможем забрать. А Сербия сейчас будет нанимать данного войска и может по нам ударить. Поэтому надо быть аккуратнее. По единичке она, конечно, не представляет риска. Но если вот соберет армию 1010, то сможет нас выбить в одном из участков. По поводу же мира вы можете даже заранее примерно рассчитать, сколько вам лезет территорий. То есть даже если они не согласны на мир, вы все равно можете, например, посмотреть, повыбирать провинции такой. Ага, Сербию могу забрать полностью, еще есть очки, еще могу забрать деньги. И даже заранее посмотреть, кто там в коалицию входит и тем самым решить. А стоит ли вам вести битву до конца, да вот именно до такого счета, или закончить раньше, так как вы все равно коалицию не переварите. Это очень удобно, поэтому стоит на это обращать внимание и не затягивать те войны, которые нет смысла затягивать, ибо вы все равно не сможете забрать столько. Заранее просто напали, рассчитали примерно, посмотрели, при каких там раскладах не будет так много коалиции, вам будет проще, например, вот здесь уже поменьше коалиции. И уже из расчета этого доводите счет до нужных значений. Выше смысла делать нет, если вы не хотите ничего другого забирать. А у нас с вами палокрепость, та крепость, где как раз пробились стены, и видите, какая скорость. Мы примерно в одно время начали их осаждать, но здесь намного быстрее. Здесь и генерал, так еще и крепость свои стены потеряла, благодаря этому мы неплохо так пробрались. Здесь мадьяры идут мешаться, это не очень приятно, но они все равно мало что смогут сделать, и этот ивент, если вам выскочит, он и в оригинальной Европе есть, обязательно берите. Очень большие бонусы на 20 лет, и на традиции, и на морали, и на престиж. Надо заплатить немножко, но оно того стоит, не бойтесь его брать. Почему я говорю, здесь помешаются мадьяры? Потому что мы не можем забрать их территорию, вот в чем проблема. Нам придется дождаться, пока они из этой войны выйдут, чтобы забрать эти земли, либо же не забирать эти земли. Ни один из расскладов меня не особо радует, потому что если вы победили полностью противника и затягиваете войну, то у вас очень быстро растет усталость от войны. Вам это вряд ли нужно, но иногда приходится ждать, с этим ничего не поделаешь. Все, окончательная победа, забираем последнюю территорию, и как бы у нас сейчас будет 100% вклад. Но я не могу забрать все территории, потому что здесь осада не наша. Единственное, что я могу здесь сделать, сделать вассалом Сербия, и тогда мы как бы вступимся в битву против Мадьяр, притом с оборонной стороны, и сможем призвать тогда союзников в эту битву. Но нам все равно это сейчас не нужно, потому что у нас очень большая агрессивность, мы немножко посидим, подождем национализации территорий, и потом решим, когда мириться. А вот то, о чем я говорил, мы полностью победили, и здесь условия капитуляции, типа давай уже мирись, иначе у тебя очень быстро будет расти военная усталость. Она все выше, 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 выше будет становиться постепенно. Это рискованно, но иногда стоит подождать. Вот как раз появилась, видишь, каждый месяц уже на 0.02, на 0.05 выше растет усталость от войны, и она будет все выше, выше, выше. То есть наш народ требует уже окончания данной войны, потому что мы победили. Наш народ не понимает, что мы задерживаем не просто так, а потому что мы хотим все земли. Но ничего не поделаешь, надо ждать. То же самое у Мадьяра, у искусственного интеллекта, поэтому он тоже рано или поздно замерится. Тут вопрос, кто дольше согласится придержаться и пострадать. Тут выбор чисто в этом. По поводу того, как избавляться от коалиции. Самый лучший способ улучшить с ними отношения с помощью дипломатов, если у страны отношение к вам общее 0 или выше, то оно не вступает в коалицию. Даже если, например, там агрессивка будет минус 100. Но, правда, это не отменяет того факта, что оно может все равно вас кинуть, разорвать союзы и отношения, и такая все равно в коалицию идти. Ишка такой, он может и боком против вас выступить, поэтому будьте аккуратнее. Также еще неплохой способ мириться в декабре, потому что как только заканчивается декабрь, начинается новый год. И, например, на страну, которую вы получаете сейчас 23, с началом следующего года, сразу же уменьшится агрессивка. Это особенно важно, когда агрессивка на уровне 51, вы миритесь, месяц проходит, уже 49 и все, страна не вступается против вас в коалицию. Сейчас это не так важно, но просто, как знание на будущее. А вот и первое восстание. Против нас решили здесь восстать византийцы, 10 тысяч. Опасный, кстати, противник. И хорошо, что он восстал рядом с крепостью, даже если он захватит эту территорию, у нас не будет там роста независимости. Ну, не независимости, а роста сепаратизма. Он, видишь, плюс 13,5 и каждый год на 0,5 падает. Если эту территорию захватывают повстанцы, то они плюс 10 сепаратизма добавляют. Мы победим их с потерями, конечно. 2000 потеряли, но победа есть. Все, на 10 лет. Теперь у нас тут с вами модификатор на минус 100 к восстаниям. То есть, в ближайшие 10 лет здесь никаких восстаний не будет. Можно не переживать. Ну и ладно, меня все-таки победили. Мадьяры в выдержке. Давайте мы замиримся здесь. Заберем все возможные территории. Агрессивка не маленькая, но потерпим. Заберем деньги. И отказ от наших территорий. Все. Это мир. По этому миру Мадьяры максимум смогут сделать их вассалами. Это не страшно. Все, мы выполняем цель. Единственная грудь, что нам дает только сейчас, влияние агрессивки минус 10. Но хотя бы перманентные клаймы на все эти территории. А это значит, что мы можем продвигаться дальше и захватывать новые земли. Прекрасная новость. Давайте теперь уменьшим себе усталость. Это траты лишних очков. Но дипка копится лучше, чем админка. Поэтому я ее периодически трачу. Все. Все это теперь национализируем. Перевариваем. И потом уже, когда успокоится агрессивность в мире, ее можно проверить через дипломатию. Вот здесь вот коалиция. Здесь нам показывают, сколько агрессивного расширения у каждой страны. Видите, нам опасно дальше продвигаться, потому что там уже минус 25, минус 30, минус 26. У некоторых стран их вообще под 46, под 40. Как только 50 станет, вот эти вот все страны могут объединиться против тебя. Ты их не победишь. Если только у тебя нет суперсильных союзников, либо же ты сам не самая сильная держава. Поэтому со старта будьте с этим аккуратнее. Еще другая возможность разбираться с коалициями, нападать. Например, Валахия готова к нам в коалицию вступиться. Да, 75. Ты берешь на нее, сейчас нападаешь. И пока перемирят с данной стороной, она в коалицию вступить не может. Так что да, можно одиночно или группами выбивать страны из коалиции. Это тоже как вариант. Так что любые действия возможны, пользуйтесь теми, которые для вас удобнее. Ну а мы сами эту первую серию будем подводить к концу. Немало, конечно, здесь вышло разговоров. И может быть не такая насыщенная, но я постарался вас погрузить лучше в Европу. И надеюсь, вам это помогло. Хотя бы базовые вещи, механики, понять и проникнуться этой игрой. Потому что мне эта игра нравится, мне нравится в нее играть, мне нравится ее снимать. Я бы хотел, чтобы тех, кто смотрит, ее становилось больше. Не знаю пока как зайдет, но давайте поэкспериментируем, посмотрим, как вам это будет, интересно или нет. И, конечно же, пишите в комментах свои вопросы по данной игре, пожелания, возможно, у кого-то есть советы. Я открыт к этому и, если что, готов вам помочь, получше освоиться в этой игре. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комменты, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на сам канал. Ну и желаю всем удачи и добра. До скорых встреч в новых видео.